друзья всем привет это терехов павел в этом видео мы говорим с вами про детализацию говорим как прорабатывать форму и говорим как детализировать цветом и тоном то что у нас уже случилось сразу оговорюсь в этом видео я вам не покажу как прорабатывать локацию от и до но я попробую дать вам чуть побольше я покажу варианты несколько вариантов как вы можете свою мысль донести до зрителя мне кажется это немножечко важнее ценнее чем просто показать как вот про детализировать какую-то локацию до что прям в тупую кто-то за мной что повторил собственно то же самое я делаю на своих курсах да я заставляю ребят чаще всего думать и принимать решение самостоятельно потому что если идет повторение в тупую то потом в дикой природе такой художник может и не выжить давайте сейчас пробегусь по материалу этой лекции я покажу примеры то как мы будем детализировать и что за что отвечает что на что влияет смотрите это то что у нас было с предыдущих лекций если кто-то думает что вот эти листья финальные кусты финальные трава финальная то скорее всего ошибаетесь это такая же блочная форма просто она немножечко про детали на то что у вас получилось автоматом вам в любом случае придется доводить до ума у меня есть вот такая вот локация уже доведет на немножечко дома здесь на дереве обозначена кора на камнях обозначены какие-то сколы листва отличается кусты если посмотрим вот сюда они уменьшились и приоритет у нас больше за кровное дерево и за другим цветом за кровное дерево и за камнями эту сцену можно считать уже более такой сформированным более завершенный да у нее детализация везде то есть если мы это еще от рендерем будет вот такая вот красота красотища но чего-то как будто бы не хватает да то есть вот что-то как будто бы спорит или чего-то чего-то как-то идет не так я специально специально кое-что нарушил здесь если кто не понял преувеличены немножечко размеры камней относительно нашего дерева еще один момент здесь недостаточно детализации на камнях относительно травы и относительно листьев то есть они получаются как такие гладкие мыльные формы хоть у них и есть детали какие-то да но детали по сути тут нет плюс земля которая на которой все это дело лежит она сейчас просто коричневый такой блин и если если вы просто возьмете например и прокрасить и вот так край там где камни лежат просто потемнее это приземлит объекты на землю и даст интересное затенение до интересный какой-то какой-то акцент давайте вот еще раз посмотрим это без затенения и вот если мы накинем просто вот такой вот банальную тенюшку тут все очень просто все прям как 3 копейки простое вот если мы отрендерем уже с темным цветом нас акцентом по контуру и с акцентами вот там где земля возле камней все становится гораздо интереснее и сбалансирование и вот это вот детализация которая была отсутствую и на камнях она в общем то уже и не режет глаз к чему веду решить проблему на самом деле мы можем несколькими способами то есть если вы знаете как работать с детализацией с фактурой вы можете решить эту проблему таким образом если вы знаете как работать с размером на то есть что например меньший размер естественно будет менее заметен да и мы можем просто приоритет убрать убирая размер камней это мы можем взять их и прям в тупую изничтожить я делаю это прям вот так широкой кисточкой да просто чтобы показать что мы можем избавиться от некоторого количества акцентов вот вот таким вот образом да если здесь еще больше уберу и травку здесь посажу то будет вообще отлично и все будет работать на раз два три вот эти камни можно посадить и обобщить с этой локации цветом то есть мы берем какой-то грязно-коричневый стандартная кисть rgb и вот такими вот движениями цвет лучше конечно не использовать один я сейчас просто как быстрое решение показываю конечно же лучше здесь и зелени добавить потому что у нас вокруг трава и если мы используем зеленый цвет безусловно он где-нибудь на камнях да вылезет какой-нибудь мох и прочее прочее давайте попробуем новый слой делаю и чуть-чуть подзеленю этих товарищей вот так естественно все делаю деликатнее вот теперь я посмотрю что сильнее всего вылезает из кадра мне не нравится вот этот камень он прям сильно 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 акцентирует вот ту группу камней которая здесь находится и чтобы все их не убивать я сделаю вот так немножечко подожму еще вот этот вот тут незначительно и остальные вот эти товарищи тоже немножечко уменьшится в размере вот этот по высоте станет меньше вот так то есть я с первого плана убрал достаточно сильный акцент и безусловно нужно будет сейчас почву еще разочек там где освободилось место на еще разочек как-то продеталить темным зеленым желтым да то есть дать какой-то акцент отличный от всего остального допустим рендерим смотрим вот вот камни конечно очень живописные да такие и зеленые там и фиолетовые и синие на переднем плане но они ушли и у меня теперь приоритет на зелени и в принципе я доволен вот это то что хотел донести по поводу без повода да по поводу какого-то обобщения и усадки элементов опять же детализацию можно сделать на камнях очень просто мы идем модуль surface noise у нас накидывается noise edit можно нажать здесь есть noise скорее всего будет вот так здесь есть цвет нижний ползунок его я ставлю на ноль чтобы цвета мне никакого не добавлялось это noise сам noise это сила noise вот этот ползунок то есть я могу сделать вот так могу сделать покрупнее графиком я могу нарушить структуру этого noise сделать его не совсем однородным вот так нажимаю ok и сейчас это текстура то есть вот мой камень был и это вот текстура и если вы планируете рендерить в zebras то можете оставить и так то есть все будет работать ага ничего не будет работать я понял слой потому что на запись включен ну-ка вот теперь все работает то есть камни получили детализацию но если нам нужно чуть послабее или где-то ее нужно почистить лучше записать в слой включаем слой на запись surface и здесь нужно будет нажать на кнопку apply to mesh вот на эту вот кнопку и все что у нас было вот здесь применится к геометрии единственное конечно же нужно чтобы плотность сетки была готова принять такое количество деталей потому что если плотность сетки не какущая да вот такая то хотя проецируйтесь ничего там не будет то есть вы нажимаете apply to mesh сейчас мы это сделаем провернем этот момент apply to mesh получится естественно полная ерунда поэтому subdiv должны быть apply to mesh ну вот пожалуйста сейчас я сделал детализацию подбил ее под детализацию травы слой и так как у меня есть слой я могу этой детализации управлять могу сделать ее не такой явной или могу сделать еще сильнее но мне такая явная не нужна потому что я вам сейчас покажу еще один подход как мы можем делать детализацию по маске еще один слой дальше иду в меню маски здесь есть вот такая вот вкладка cavity это профиль cavity можно его сделать вот так повыше это блюр это сглаживание cavity и это интенсивность нажимаете cavity и получаете маску на глубокие точки для нас это очень очень подробная текстура то есть она будет очень некрасиво стравить поэтому нам нужен будет блюр вот я поставил на 36 уже получше можно попробовать еще с графиком поиграться посмотреть что он даст пока что ничего хорошего не дает оставлю вот так и блюр поставлю ну где то больше 50 55 поставил интенсивность давайте я график выровняю чтобы было понятно вот обычный стандартный график и что происходит если я интенсивностью играюсь помимо блюра вот это результат которого я в принципе и ждал то есть вот где то на таком можно блюр поставить на 100 попробовать поглядеть что это нам даст вот отличные отличные такие широкие мазки да инвертируем маску вот так и в камнях вы можете красить в углублениях на самом деле не всегда темным вы можете красить и светлым такое часто бывает попробуйте поэкспериментируйте сейчас я маску выключу покажу что будет если покрасить темным потом просто инвертируем лучше нейтральным серым или даже наверное черным чтобы потом мы смогли инвертировать в белое вот так можно попробовать сделать color fill object может быть сработает нет не работает ну значит кисточкой где-то мы можем надавливать сильнее где-то слабее да то есть может быть вот здесь нам не нужен акцент да и там мы надавливать не будем а ближе к земле да мы как раз этих темных пятен можем получить немного больше ну вот так убираем интенсивность вот появились такие темные вкрапления рендерим и у нас уже будет детализация приближаться к детализации которая у нас на траве то что сейчас акценты сильные это гадалки не ходить надо еще меньше делать давайте я покажу как мы можем сделать белые акценты внутри инвертируем наш слой нажимаем вот на вот эту вот кнопку инвертировать и цвет становится белым опять же убираю интенсивность и вот этот камень на самом деле будет даже смотреться живее потому что ну я не знаю потому что в камнях углубления достаточно часто они светлее вот еще один способ детализации тоже в масках маски и мы с вами пойдем есть mask by smoothness вот здесь и еще mask pix по сути по сути схожая тема подчеркивает какие-то выпуклости можно понастраивать два ползунка всего я чаще пользуюсь вот этой mask pix мне больше нравится с точки зрения проработки каких-то камней коры ну схожи результаты чуть-чуть они отличаться будут то есть у каждого есть все равно своя особенность вот и и давайте попробуем их покрасить то есть слой у меня есть черный цвет с разным нажимом прохожусь можно и разные цвета выбирать да то есть можно какой-то темно-зеленый взять например вот такие вот эффекты можно получать вот такая вот детализация естественно опять убираю интенсивность можно инвертировать посмотреть что нам это даст тоже иногда очень неплохие результаты камни высветляются понемножечку или затемняются от того что вам нужно работаем исходя из так сказать своего соображения прекрасного ствол дерева можно продетализировать абсолютно точно так же заходим маскинг 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 ковите можно использовать а о только если у вас компьютер не очень мощный может и полигонов много на объекте может зависнуть надолго-долго давайте сейчас вот этот попробуем вот затенение прошло замечательно если инвертировать будет вот так выбираю цвет этот цвет которым покрашено дерево слой у меня на запись стоит можно взять светлее можно взять темнее давайте возьмем потемнее прохожусь вот так смотрю что это мне дает как-то не очень красиво значит наверное стоит маску вывернуть в обратную сторону то есть была она вот такая я ее выворачиваю обратно как она и была и пробую сейчас как то тоже не очень на елки-палки как быть значит я просто не тот цвет взял значит надо брать не темнее а светлее то есть тут без паники все работает все работает просто надо подобрать цвет помимо маски надо еще подобрать цвет пробуем инвертировать то есть то что сейчас было это было хорошо красиво то есть она работает вот тоже в принципе работает единственное что у нас темного остается очень мало да я светлым сейчас все могу заглушить поэтому аккуратненько вот так раз и акцентики там появились легенькие слабенькие но они там есть дальше так можно также кстати surface пойти но из вот на моё дерево цвет ставим опять на ноль здесь scale побольше то есть имитировать неровности коры можно окей тадам слой на записи стоит surface apply to mesh fucking magic у нас неровности коры появились было стало ура как направляющие для коры делать я покажу то есть это чуть дальше все будет это мы только второй пример разбираем будет еще и 3 4 еще раз маскинг оп такие вот разнообразные пятна можно сделать инвертируя может быть и не инвертируя так оставлю цвет потемнее зеленый тоже пусть будет отлично и убираем интенсивность на поменьше чтобы акценты были но их не было заметно так что прям вот как начинающие фотографы виньетирование делают такое да что пережигают фотографию нам такого не надо легонечко тихонечко и и сейчас делаем маску ковите и жизнь у нас наладится так ковите бабах смотрите какая детализация дешеная на коре можно делать такую детализацию можно и вот так сделать и так сделать то есть все будет работать все будет правильно так слой есть маска так в углублениях давайте сделаем посветлее так новый слой еще раз маскинг и еще раз прокрашиваем эту зону так то есть у нас два слоя один второй один у нас в глубину уходит второй у нас уходит наоборот наружу да вот так то есть это дает выпуклость акцентирует выпуклость а потому что светлая часть это вот как мы на камнях делали до высветление именно туда в глубину тоже может быть и можем поженить и тот и тот вариант просто нужно будет разобраться какой из них будет контрастнее то есть как вам так настроить чтоб все было было по уму это будет не очень хорошо но вот это вполне вполне себе логично вот опять же имея маску мы можем где-то и затенить на то есть это не стопроцентный такой шаблон то есть опять накинули инвертировали и в углублениях например надо затемнить да запросто взяли лучше это делать RGB intensity поменьше лучше это делать вот такими вот островками теперь таким образом мы расставляем акценты на небольших участках вот это то что было да и то что я сделал сделал я в худшую сторону да я убрал детализацию но возможно возможно это и неплохо можно инвертировать всегда на если если уже вдруг вы прокрашивали темным навсегда можно вернуться в светлое и сделать вот такой финт ушами вот вот про детализацию на изом про детализацию текстурами я все рассказал сейчас делаем рендер выглядит это уже достаточно неплохо скомпонованно в принципе да можно убирать объем еще на камнях где-то поработать цветом где-то добавить деталей желательно чтобы вы это сделали на своих локациях да сами если вы будете конечно когда-нибудь собирать такие локации вот едем дальше из этой локации вот в эту локацию здесь в принципе в принципе практически практически то что мы проговаривали на этой сделано плюс доработана зелень больше акцент на нее смотрите трава стала разноцветной то есть она стала с большим подругу с большим тональным наполнением да то есть затенение не только на земле но и на траве здесь камня вот такие вот продетализированные на изом то есть то же самое что мы с вами разбирали кора то же самое продетализированное на изом плюс направление коры здесь сделано достаточно примитивным образом это дам стендарт давайте наверно вот так сделаем так сейчас я как найду в этом дам стендарт я покажу вот на этой локации то есть дерево и направление хода коры я намечаю кисточкой дам стендарт вот возле сучка вот так все очень очень банально дерево здесь небе лежачего здесь ветки кривые и я не особо об этом переживаю хотя конечно если бы я моделил это в полигонах у меня было бы сразу сразу идеально такой задел для курса по полигональному моделированию так ну собственно вот вот такие штрихи они конечно должны быть слабее чем вертикальная вертикальная здесь горизонтальная потому что по ходу коры конечно же обычно обычно есть разные виды коры но чаще всего если это не какое-то экзотическое растение по ходу по ходу все это дело будет происходить здесь наверное чуть чуть подотру акценты будут немножко похоже на какие-то штамповки сейчас разобью это все дело вот возьму кисточку клэй тюб клэй тюб нам важен потому что потому что у нее есть фактура давайте я переключусь на какой-нибудь стандартизированный материал вот и очень хорошо она имитирует кору видите если мы планируем проходить поверх на изом еще то в принципе нам даже вот эти вот квадратики которые альфа дает это вот замечательная клэй тюба их можно не убирать но из все спрячет но если вам прям что-то после применения на иза будет царапать глаз вы всегда это можете доработать то есть не тратя время сейчас вот оставляем как есть оставляем как есть накидываем noise на эту кору еще немножечко доработаю напильником вот так и накидываем noise surface noise scale цвет убираю хотите можете цвет применить но правда если вы слои используете цвет не применится в 19 версии этого нет так кора чтобы она не сильно крупная была здесь нарушать ход ну не знаю стоит не стоит если легонечко так окей apply to mesh пожалуйста вот предыдущие манипуляции у меня тоже записаны в слой что тоже очень удобно если я вижу что у меня где-то что-то очень уж плохо выключил слой меню morph target так morph target нажимаю story mt включаю обратно слой у меня zbrush запомнил вот эту вот частоту включаю слой делаю новый на запись ставлю беру кисточку morph и теперь я могу вот ту частоту она у меня записана zbrush я могу ее вернуть ну где-то частично где-то целиком очень удобно вот я считаю что здесь грязь какая-то я возьму ее вот так легонечко и подотру получается очень даже не дурно а дальше все по накатанной да мы используем маски и после того как мы продетализировали форму вот такой фактуры мы применяем к ней цвет и у нас локация оживает вот едем дальше мы говорили об этом потом перешли вот сюда здесь больше приоритет на крону дерева камней здесь достаточно много но так как дерево становится крупнее оно выходит как бы на первый план и смотрите вот это не есть ошибка то есть это образ стилизованной локации то есть такой мультяшный крупный весь и это нормально издалека например это будет смотреться очень круто мы все будем видеть и камни видим и листья видим они как кулак огромные и все-все-все очень такое пестрая сочная зеленая синяя камни синего сине-серого цвета это сделано специально чтобы показать их на поверхности вот этой яркой травы если я сделаю их немного другого цвета или блеклая сделаю они там просто потеряются растворяться и будут ну либо светлым пятном либо темным пятном но не будем понимать что это такое именно поэтому немножечко синевой то есть это тоже с точки зрения цвета я подбирал здесь немного все скромнее здесь цвет у зелени меняется у камней у ствола дерева то есть они становятся чуть-чуть более правдоподобными и издалека это может уже немного немного сливаться хотя в принципе я проверял конечно же издалека смотрел изблизи вблизи то есть в принципе все работает все это дело было проверено здесь основная мысль в том что я начинаю постепенно выводить лидера на первый план лидер это у нас дерево да и я немного больше работаю над правдоподобностью локации она в любом случае будет стилизованная просто она может быть супер стилизованная или не супер стилизованная вот вот то есть листья которые вот так сферами вывешиваются они априори не могут быть фотореалистичными просто потому что крепления листьев мы здесь не закладывали хотел показать про траву про траву вот здесь трава прокрашена у них у этих травинок нет юишек если у листьев вот здесь есть юишки и есть текстура сейчас покажу юви нет текстура вот здесь вот этот листочек висит все у него хорошо вот у травы нет травы нет юишек поэтому я могу их полипейнтом вот этот газон свой докрашивать это очень удобно то есть беру слой беру любой любой цвет люблю сейчас стандартная кисть потерял вот она можете хоть матерное слово написать то есть прям взять и все что угодно крестики нолики и это будет прописано на траве вот очень круто мы получаем с вами разнообразие в цвете нашей травы там уже есть два цвета помните мы когда задавали там корень немножечко коричневый верхушка травинки она зеленая собственно так мы можем подмешивать еще какой то цвет в наш уже базовый еще момент если присмотритесь листья листья вот здесь я специально это сделал на кустарнике вот здесь цвет листвы он вот такой странный я не делал такой текстуры сейчас покажу как это делается меняем ядреный цвет листика на выбранные на мне в палитре выбираю любой цвет нажимаю вот на эту кнопку вот здесь она находится меню текста и у нас лист перекраситься в выбранный цвет естественно такой ядреный брать не стоит хотя видите там детализация которая была в текстуре она останется ну ну конечно очень-очень ядрено да если нам надо коричневого чуть-чуть добавить то лучше пойти вот от зеленого в желтый чуть-чуть смотрим это уже много да undo много вот немножечко поменял таким образом мы можем менять текстуру цвет текстуры любой текстуры на самом деле то есть не только не только этого листа но и любой загруженной и созданной текстуры взбраша окей если мы двинемся дальше то можем в принципе получить локацию еще поинтереснее и она будет выглядеть вот так здесь уже с приоритетами все ясно тут явно дерево дуб да такое вообще ого-го листья здесь становится мельче я сейчас покажу как постфактум увеличивать и уменьшать листья их есть у меня камни здесь светлые детализации на них ее не так много но здесь зато такие неплохие акценты идут это теми же самыми масками сделано если вы видите немножко на мрамор похоже но это из-за шейдера из-за то что скин шейдер здесь наложим то есть так наверное будет все-таки ближе на камень похоже а так мрамор идет под поверхностное рассеивание изнутри вот кора вот такая теми же самыми способами решено абсолютно теми же самыми и тут вопрос как сделать вот такие листья мельче по приоритетам я думаю вы понимаете что случилось камни стали меньше тут еще я специально для демонстрации накидал камни побольше дополнительно и они здесь крупнее и они здесь такие кругленькие да здесь они стали более угловатыми их стало меньше и я убрал опять же я показывал это в самом первом на самом первой превьюшке да я убрал акцент с первой вот этой самой ближней зоны утопил камни туда в грязь все выглядит вот таким вот образом какую локацию делать вам и в каком случае да это зависит только от вас менее стилизованную более стилизованную да более утрированную листья сейчас как сделать я покажу вот допустим у нас такие вот огромные сферы и нам нужно будет их уменьшить делаем слой идем в меню деформейшн пузунком полиш можно это сделать вот так да до состояния иголок вообще можно сделать может хвойные деревья здесь бомбить полиш убивает все но на самом деле у нас же есть слой и поэтому мы можем вернуть все это дело обратно то есть в этом плане ничего страшного не случилось единственное что полиш он полирует листья и они вытягиваются это интересный эффект если вы хотите длинные листья какие-то получить то вот запросто можно это сделать я сейчас покажу другой немножко подход не через полиш а через другие другие полиши вот они работают по-другому и вот смотрите как классно уменьшается объем polish by groups схожий результат вот это тоже будет очень сильно работать relax тоже в основном пользуюсь вот этими двумя вот этим и вот этим они самые адекватные да и дают предсказуемый результат опять же если нужно вытянуть полиш обычный вот было стало опять же возвращаю назад и здесь у нас трагедия вселенского масштаба у нас листья начинают просвечиваться то есть у нас их меньше становится плотность меньше если мы отрендерим ну тут будет прям вот конечно красиво все более правдоподобно но у нас вот это что делать как быть на самом деле без паники дублируем продублировали да у нас две теперь кроны дерева делаем новый слой идем опять деформейшн и будем использовать сейчас инфлейт я покажу что будет делать инфлейт очень интересный эффект смотрите листья не просто раздувает они смотрите как раз разбегаются в стороны я не знаю знают об этом об этом создатели зебраша это баг или фича но очень очень крутая тема листики начинают перекрещиваться друг с другом мало то что они раздуваются да они перекрещиваются очень прикольно вот такая вот штука получается было стало вот тут конечно очень неаккуратно и некоторые из листиков очень сильно вытянулись мы поэтому идем обратно деформейшн polish by groups например и начинаем все это дело опять полировать листья опять уменьшаются вот какие-то из них вытянутые какие-то кругленькие можно попробовать еще здесь потыркать здесь нет здесь вот этот polish да он работает опять же схлопывания и мы сейчас с вами сыграем очень интересную игру мы воспользуемся деформейшн вот этим то есть возьмем polish ну либо этот либо вот этот который вытягивает и превращает в иголки листья и теперь в слоях инвертируем в обратную сторону то есть он точно сделает их круглыми можно еще посильнее сделать он их скруглит вот в таком случае наши листья не потеряют объем да и не превратятся в иголки смотрите какая красота получается да есть есть артефакт то есть не все листья отработали так как надо с некоторые из них они вот больше на такую вот соломку похоже сейчас это случилось из-за того что мы в начале когда использовали вот этот вот подход заюзали вот этот polish давайте сейчас я попробую исправить то что есть тем способом который я знаю опять же polar by groups вот так вон видите и они уходят вот эти длинные растянутые полигоны они уходят вот будет бы груз включаем всю нашу сценку вот у нас вокруг тех наших листьев начинают летать еще листья красота дублируем крону еще раз дубликат и теперь вот то что я говорил я другим способом сделаю я изничтожаю этот слой сразу делаем polish by groups так еще отлично inflate смещение пошло бешеное все это записано в слой то есть мы можем еще и поиграться вот так смотрим как это выглядит в общей массе так можно увеличить вот и самое главное самое главное что мы можем взять кисточку move в меню автомаскинг снять fiber mesh да если что я знаю что G не читается на конце вот так и делаю вот это то есть раздуваю крона становится пушистее вот такая выделяю следующую делаю что схожая рендер и у нас очень очень правдоподобная зелень теперь вы знаете вообще все мое kung fu по настройке стилизованных локаций в zbrush естественно отрендерить такое где-нибудь где-нибудь это будет сложно поэтому тут конечно рендер будет происходить в zbrush возможно я осмелюсь записать видео по созданию мини локации может быть даже со схожей стилистикой в мае чтобы можно было провести аналогию как это работает в мае как это работает в zbrush естественно если мы работаем в мае доводка все равно будет в zbrush да потому что какие-то детали в мае это не очень удобно делать а здесь работа с деталями это просто божественное что-то вот давайте так поступим пишите комментарии под видео нужно ли вам рассказывать про мае и например про рендер арнольд или вирай я работаю в вирай просто потому что он проще если скажете что надо ну наберем например 100 комментариев что вот надо я тогда уже точно буду понимать что это надо если там пять человек напишет но я даже суетиться не буду тратить свое время потому что на одну небольшую лекцию у меня уходит иногда месяц потому что надо все прогнать один раз прогнать сказать нет это все ерунда никто не поймет потом второй третий и вот иногда на пятый шестой раз получается записать нормальное видео оно имеет нормальную структуру и нормальный пример да примеры тоже надо делать и пока ты понаделаешь вот столько примеров на самом деле шесть штук были и другие деревья я вам еще один момент покажу да пока закончили деревья можно делать не только листьями можно делать из найза вот в одной из лекций которые я прогонял я решил сделать деревья из найза если здесь сейчас есть блочные формы удалил значит мы их сделаем заново вот вот я вот да Субтитры сделал DimaTorzok Замечательно Surface Так, первым делом не Surface, а первым делом слой, конечно же, на запись Surface, Noise Frame нажимаю И вот у меня Noise появляется Здесь можно поставить обычный цвет Вот так Делаю приблизительно вот такой Noise Окей И вот у меня получается Такая вот Форма, похожая на губку Полигонов здесь недостаточно Поэтому, когда я спроецирую Будет вот такой эффект Он мне, в принципе, сейчас нужен Он мне сейчас на руку Это хорошо Это средние формы За счет детализации Отсутствия детализации Да, я получил вот такую штуку Единственное, что сетка не везде одинаковая И поэтому где-то детализация мельче Где-то крупнее Если вас не беспокоит, то ок Если все-таки беспокоит, то лучше сделать полигруппы Автогруппы Вот так Дальше, Geometry Dynamesh Побольше разрешения Из-за слоев Я понял Вот так Dynamesh Вот Кисточку только надо отключить Отлично Либо Zerimesh можно было посчитать Я сейчас не собираюсь двигать эти объемы Если бы мне нужно было их по сторонам еще разводить То, скорее всего, я бы их не сливал Давайте сделаем Zerimesh Как альтернатива Zerimesh Крам-пам-пам Сетка сейчас тоже будет Плюс-минус Однородной Еще раз Polygroups Subdiv Навесил Вот здесь их много Должно хватить Теперь Просто сейчас придется еще раз Проецировать опять на лоу-поле Новый слой Рассмотрим этот вариант Еще раз с нуля Так Surface Edit Окей Apply to mesh Получилось Зеленый цвет Ну, елки-палки Из-за того, что слой включен Не хочет Иногда Отлично Мы получили Какую-то такую крупную форму Она не очень заметна Но у нас есть слой Мы всегда можем сделать вот так archview О, вообще Красота Можно продублировать слой Вот на эту кнопку вот на эту раз у нас два слоя с интенсивностью 5 то есть получается вот такая вот замечательная замечательность все слил свои новый слой surface ok получается вот такая вот конструкция apply to mesh и дальше мы опять по накатанной увеличиваем интенсивный слой дублирую еще раз дублирую еще раз можно еще 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 до бесконечности практически вы получаете самые разные листья ну это слишком агрессивные листья но тем не менее да можно такие штуки делать вот я обычно останавливаюсь где-то где-то вот на этом вот и сейчас все полигонов мало давайте попробуем сделать еще один финт ушами то есть я возьму вот это еще пару дивайдов 1 2 еще один слой surface и вот это уже будет похоже некие такие листья которые примут как листья или можно оставить такие пушистенькие комочки тоже будут работать вот будет очень приятно это можно запекать displacement открывать любой программе будет выглядеть очень очень круто особенно прикольно то что мы вначале сделали вот эти вот элементы выступающие они дают некую детализацию можно опять же цветом покрасить теперь вы знаете все мои конфу будете делать ну просто ну потрясающие локации скидывать их в наш чатик в телеграме ссылка на телеграм чат который обычно под видео под всеми моим видео располагается в этот раз будет тоже под этим видео если у вас будут какие-то проблемы с 3d с зибрашем с моей запросто можете там задавать вопросы поможем чем сможем я не думаю что там будет что-то такое из ряда вон на этом все спасибо за внимание жду от вас еще комментариев насчет мая вера или арнольда что интересует про все расскажу пока пока